Эх, Май, какой же ты все-таки красавчик! А ну отдай мне телефон, немедленно! Воровка! Ты глянь, похоже, эта дурочка запала на нашего принца! Неудачница! Что? Давай лучше тут убирай, а не на принца взалипаешь! И разве ты до сих пор не поняла, что принцам не нужны такие, как ты? Они встречаются с богатыми девчанками, типа нас! Ой, да принц даже не посмотрит в вашу сторону! Ты что там ляпнула? Тише, Софи! Просто эта бытанча еще не поняла, что принц выберет нас, а не ее! Даже не надейтесь! Так, нужно записать видео для моих подписчиков! С чего все решили, что королевская семья обязательно должна носить неудобные костюмы и платья в пол? Камон, мы живем в 21 веке, что за стереотипы? Я организовал этот бал специально, чтобы вы поняли, что королевская семья, а очень даже веселая, крутая музыка, топовые напитки, это все специально для вас! Я жду именно тебя! Ну какой же я красавчик! Это королевство еще не видело настолько красивых принцев! Это конец! Это конец! Всему конец! Что такое, мама? Ой, точнее, ваше высочество! Вся твоя карьера принца рушится! Я уже столько успокоительного из-за тебя выпила! Как это рушится? В смысле рушится? А почему вы молчали? Ну вот и говорю! Ну и что мне теперь делать? Как мне все теперь вернуть на свои места? Кроме того, чтобы сделать себе еще более красивее! Хотя куда более! Я знаю, что делать! Жениться тебе надо! Ты поженишься, и все будут обсуждать твою королевскую свадьбу! Что? Жениться? Ну, ваше высочество! Я же еще для этого слишком молодой! Молчать! Ты будешь делать то, что я скажу! Я королева, и меня все должны слушаться! Так, нужно позвать всех самых крутых журналистов! Ну что? Зачем нам еще журналисты? Ну как? Как я могла вырастить такого глупца? Так, ты должен будешь записать видео, где будешь говорить, что ищешь невесту! А ее еще искать нужно? Ну просто какой-то ужас! Почему она сама не может найтись? Балбес! Ничего не понимаю! Так, нужно все тщательно убрать! Сьюзи! Тащи сюда всю королевскую! Слушаюсь! Это что? Приглашение от самого принца Майка? Неужели? Сьюзи, сколько можно ждать? Ты эти письма несешь уже больше получаса! Извините, пожалуйста, я просто немного подскользнулась, пол был очень мокрый! Ох, какая же ты бестолковая! Дай сюда эту почту! Что это? Ох, уже десятое приглашение за неделю! Алло! Да, получили мы ваше приглашение! Хорошо, будем на три персоны! Я и две мои доченьки! Миссис Виолетта, у меня есть к вам небольшая просьба! Чего тебе? Напал, что ли, хочешь? Да, да, да! Ты моя самая большая мечта! Мечта, говоришь? А работать кто будет? Я, что ли? Нет, нет, нет! Я буду работать! Я весь дом вычищу до блеска! И ночью, вместо того, чтобы спать, я все буду протирать! Ой, ну не знаю, я таким, как ты, всю жизнь, но не особо доверяю! Ну пожалуйста, у вас же все равно есть лишнее пригласительное! А это уже не твое дело! Пусть у меня будет хоть миллиард пригласителей! Я тебе ни одного не дам! Все ясно сказала! Конечно ясно! Простите меня, пожалуйста! Слушай, а ты прям умеешь манипулировать! Ладно, держи! Спасибо огромное! Я так вам благодарна! Пусть вспомнят мою доброту! Эх, мой принц! Но за это ты будешь работать в два раза больше! И денег получать в три раза меньше! Ясно? Ну конечно, я согласна! Мне это пригласительное дороже любых денег! Наконец-то я с ним увижусь! Почему еще ничего не готово? Прием, вы где? Бал начнется скоро! Извините, скоро будем! Какое скоро? Вы уже должны быть здесь! Добрый вечер! А почему здесь ничего не готово? Да просто обед! Сами понимаете! Ну ладно! Ладно! Слушай, приготовь еще один столик для миссис Рози! Для кого? Ну уж нет! Все столики уже забронированы! А меня это не волнует! Я сказала, сделай! Значит, сделаешь! Да она же ненормальная! Она испортит весь бал! Знаю! Ну уж ничего не могу поделать! Она самая влиятельная на женщина в городе! После королевы, конечно! Так что уж, извиняй! Да мне плевать, кто она! Я могу ей отказать! Мне это ничего не стоит! А, ну раз так! Так, держи! На, давай! Вперед! Алло, миссис Рози! К сожалению или к счастью, на нашем балле уже мест нету! Так что можете даже не приходить! Ты что, болван? Ты что делаешь? Алло, миссис Рози? Да! Простите, пожалуйста! Просто кто-то решил мне удачно пожутить! Мы ждем вас у себя! До свидания! Только этой старой карги здесь не хватало! Капец! И зачем меня вообще сюда привели? Здравствуйте! Я журналист! И мне нужно задать вам парочку вопросов! Ой, сколько раз я говорила, что не буду отвечать журналистам? Типа вас, на вопросы про моего сына! Скажите, пожалуйста, принц Майк, ваш сын? Ой, не говорите мне ничего про королевскую семью! Разве вы с журналюгой до сих пор не поняли, что я их ненавижу? Ну почему? Мне кажется, всем в нашей стране интересен этот вопрос! Несуйте свой нос в чужие дела! Вы меня, конечно, извините, но это моя работа! И вы сами согласились на интервью! Согласилась! Но на вопросы о королевской семье отвечать не собираюсь! Значит, поэтому я могу судить, что принц Майк все-таки ваш сын! Ага! Вот как работает желтая пресса! Все, я ухожу! Нет-нет-нет-нет-нет! Постойте! Тогда я спрошу вас про татуировку вашего сына! Она правда на шее? Да хоть на лбу! Вам-то какая разница? Я же повторяюсь, это моя работа! И если не хотите отвечать на вопросы о королевской семье, то будьте добры, ответьте на этот! Ой, чокнутые! Эй, ну куда вы? И вот как мне теперь новую статью написать? Хура! Я пойду на бал! И Майк меня заметит! И тогда мы точно будем с ним вместе! Вау! Двадцать-двадцать-двадцать-двадцать! Ой! О, нет! Теперь мне точно конец! Что же мне делать? Юли! Ну все пропало! Ты совсем офигела или что? Миссис Виолетта, простите меня, пожалуйста! Я все-все-все уберу! Ты разбила мой любимый хрустальный стакан! Да ты хоть знаешь, сколько он стоит? Да ты за всю жизнь не рассчитаешься! Тебе придется в вечность работать, чтобы отдать маме деньги за этот стакан! А ну, заполчали! Ты, Сьюзи, теперь будешь в вечность работать бесплатно! У тебя не будет ни одного отпуска и ни секунды отдыха! Ты меня поняла? Без отпуска? А как же тогда бал? Как я на него попаду? Ах, бал! Ты про бал думаешь, да? Хочешь туда пойти, чтобы увидеть принца? Ну да, вы же разрешите мне взять один выходной, чтобы я пошла на бал? Ну конечно! Только дай мне, пожалуйста, свое приглашение! Приглашение? Вот же оно! Какое же прекрасное приглашение! Эй, что вы делаете? Я же так не попаду на бал! Ах, ты думала, я тебя на бал пущу! Пока вот это все не отработаешь, никакого бала тебе не светит! Неудачница! А чего ты еще не ревешь? Ах, я же так жду этого момента! Ну, почему? Почему ты не устраиваешь драму, как обычно? Я и слезы не уроню, только чтобы вас не радовать! Да ты только посмотри на нее! Сильно ее себя строит! Но ничего, она будет плакать, пока будет отрабатывать мамин хрустальный бокал! Не дождетесь! Я и есть сильная! Бла-бла-бла! Неудачница! Неправда! Вот почему в моей жизни все так несправедливо? Почему я постоянно страдаю? Я только что пропугала единственный раз в своей жизни, чтобы увидеть принца! Какая же я дура! Ты посмотри на нее! А говорила, что ныть не будет! Я думала, в этот раз она подольше протянет! Угу! Чего вы хотите? Опять пришли посмеяться надо мной! Ты чего такого плохого мнения о нас? Мы наоборот решили тебя немного успокоить! Ты посмотри лучше! Ты посмотри лучше, что показывают! Вы все прекрасно знаете, что я принц! Богатый, известный! Совсем скоро могу стать королем! Но мое сердце до сих пор пустое! Я хочу найти настоящую любовь! И жениться на самой лучшей девушке! И возможно это именно ты! Ты сидишь там, по ту сторону экрана! И даже не догадываешься, что возможно моя судьба ты! Моя судьба? Как же это мило! Это он, наверное, тебе! Эти все слова посвящаются тебе! Моя судьба! Сьюзи, ты сто процентов его судьба! Уж только жалко, что Майк не узнает о своей судьбе! И это только потому, что ты неудачница! И не попадешь на бал к своему принцу! Ну уж нет! Кто вам такое сказал? Я попаду на этот бал! Нет, ну ты слышала! Наивная! Да тебе попасть на бал поможет только какая-то волшебная фея! Но ты же не залушка! И у тебя крестной феи нету! Точно! Крестная фея! Ваше высочество! А вот как вам видео, которое я, между прочим, записал? Угу! Вообще, слышите, как я там говорю? Возможно, ты моя судьба! Ну вот умею красноречиво говорить! Ты опять все не так сделал! Тебе не подойдет любая девушка! Тебе нужна самая богатая девушка с приличной семьи! Ты же принц! Зачем мне именно такая? Почему обычная не подходит? Чтобы мы могли пополнить нашу королевскую казну, болван! У нас почти нет никаких денег! А если мы подойдем на банкротство, нас быстро с престола выгонят! А это еще почему? А где ты видел, чтобы королевская семья была бедной? Поэтому нам не нужна невеста! Слушайте, ваше высочество, а давайте-ка я сам себе лучше невесту найду! Нет, ты женишься на той, на которой скажу я! Не забывай, я здесь принимаю все решения! Я же здесь королева! Какая-то в последнее время вы очень злая стали! Я вас не узнаю! Ты меня понял? Да понял, понял! Почему вы сразу кричите? Ну и молодец! Смотри, не облажайся, как обычно! Мне нужна сенсация! Ну как вы не поймете? Отогните бумажки! А эти надо? Нет, эти! Ой, да все и так знают, что Руси позорилась со своим сыном из-за татуировки на шее! Кого теперь этим удивить? А вот эта новость уже интересная! Все, поняла! Я так понимаю, у вас очень много работы! Как видишь! Так, чего ты там от меня хотела? В общем, я хочу попасть на бал, но миссис Виолетта порвала мое приглашение! И мне срочно нужно новое! Ну и ты, моя одна и девочка, пришла к своей самой лучшей, самой красивой крестной маркисти за помощью! Ну, я же знаю, что ты журналист и у тебя есть очень много связей! Поэтому, пожалуйста, сможешь мне достать новое приглашение? Ну, в общем, да! Я смогу это сделать! Ура! Спасибо! Ты у меня самая лучшая! Только вот слушай, это все не так просто! У меня есть одно условие! Какое? Говори! Ты ведь знаешь, что на этом балу соберутся все самые влиятельные люди этого города! Ну да, об этом, мне кажется, все знают! Ну так вот, и та самая миллиардерша Рози не исключение! Ну и на что вы намекаете? Ну и короче, она едет туда, чтобы помириться со своим сыном! Ну, так там же будет принц! Значит, он не сын Бритни, а миллиардерша Рози? Возможно! Так вот, я дам тебе приглашение! Но взамен мне нужно, чтобы ты сфоткала татуировку Майка! Чего? Мне кажется, что ты уже очень заработалась, и тебе пора отдохнуть! Ну уж и нет! Короче, если Майк все-таки сын миллиардерша Рози, то у него должна быть татуха на всю шею! А ты сфоткаешь ее, скинешь мне, и я буду первой, кто расскажет эту сенсацию всему миру! Что? О, ты серьезно хочешь, чтобы я шпионила за принцем, и чтобы ты потом выколола с тетю в желтую прессу? Ну уж нет! Ну на нет и суда нет! Так что приглашения у меня тоже нет! Выбирай! Ладно, я пойду на такое, но надеюсь, это все будет во благо! Вот и отлично! Я всегда знала, что ты умненькая девочка! Что же не сделаешь ради встречи с принцем? Все, а теперь иди! У меня дела! Алло! Ну так что он там не сказал? Ага, записываю! Крепет, совсем нечего одеть! Все шмотки какие-то тупые! Вот-вот, у меня тоже! В чем тогда мы пойдем на бал? Где мое это самое новое платье, которое я купила за миллион долларов? Мам! Да не ори ты, у меня уже в ушах пищит из-за тебя! Вот, держи, твое платье! Фух, как хорошо, что она нашлась! Стоп, а где Бирка? Оно же совсем новое! А я срезала, когда платье брала у тебя поносить! Ты что, совсем офигела? Ты же его теперь истянула, и оно будет на меня большое! Корово! Ты себя видела? Это ты, корова! Не ты! Ты корова! Ты корова! Ты корова! Так, почему тут раздарались? Да потому что эта курица испортила мое самое дорогое и красивое платье! А это потому, что у меня нет своего красивого платья! И вообще, у меня нет, что одеть! Купи мне новое платье! Это тебе нечего одеть? У тебя шкаф ломится от шмоток! Это мне нечего одеть из-за тебя! Мам, лучше мне что-то купи! Тишина! Ничего я вам не куплю! Почему? Теперь банкрот у вас, мама, а не миллионерша! Ой, нет, только не это! Денюжки! А что, разве другого выхода нет? Мам, найди работу новую! Нет, девочки, больше никакого выхода нет! И что же теперь делать? Где мне брать бабки? Я не знаю, что делать! Мама, только не отправляй нас на работу! Пожалуйста! Не отправлю, но вам нужно будет выйти замуж! Фу, только не замуж! Я уже на работу готова выйти! Только не замуж! Ну уж нет, лучше замуж, чем работать! Захотите богатую жизнь, не выйдите, а вылетите замуж! Как миленькие! Фу, и за кого ты предлагаешь нам выйти замуж? У нас в городе самый богатый это Сэм! Фу, так он старый! Ну и я об этом! Девочки, ну почему вы мыслить так низко? Берите выше, кто у нас самый богатый не только в городе, но и в стране! Ну, наверное, принц Майк! Фу, да он и не особо красавчик! Что это за принц, который ведет в соцсети? Да какая разница, что он там ведет! Главное, чтобы у него было много бабок, а остальное пустяк! По этому принципу вышла замуж наша мама! Так что на этом балу вы должны будете охомутать Майка! Я все ясно объяснила, еще как ясно! Тогда приводите себя в порядок, а то с таким видом у вас Майка заполучить точно не получится! Ну где же эта Сьюзи, когда она нам нужна? Помогла бы нам Платье найти! Не знаю, где она, но как только она явится, я ее сразу же уволю! Как думаешь, у нас получится заполучить Майка? Не знаю, как у тебя, а у меня есть все шансы! А ты хочешь сказать, что у меня их нет? Заметь, я такого не говорила! Нет, у меня больше шансов! Нет, нет, у меня! Что нет? Ну да тише вы! Еще они за мужиков не ссорились! Все равно деньги будем делить поровну! Поняла, поняла! Красная, я уже здесь! Я хоть не опоздала? Не переживай, все хорошо! Не опоздала! Фух, а это еще что такое? Тут столько много новых платьев! Ага, и эти все платья от самых лучших дизайнеров в нашей стране! Не могу поверить своим глазам, они же так дорого все стоят! Ну а ты что думала, что я отправлю тебя на бал в каком-то лохмотье, что ли? Ну не совсем лохмотье, но это же просто вау, где ты взяла столько денег! Ты же сама говорила, что у меня просто ульму связей! Так вот, я позвонила своим самым лучшим стилистам, и они достали все эти платья у мировых звезд! С ума сойти, я в это не верю! Если это сон, то не щипайте меня! Я не хочу просыпаться! Ну ты и забавная, конечно! Кстати, вот твое новое приглашение! Целое и невредимое! Вау! Но почему тут написано какое-то другое имя? Луна? Ну а что ты хотела? На этот бал приглашают только главных знаменитостей страны! А как ты сама понимаешь, ты не одна из них! Ты что, украла его и лишила девочку возможности попасть на этот бал? Ой, да не украла! А, договорилась! Так что, пожалуйста, не спались, что ты не Луна, а Сьюзи! Ну ладно, поверю тебе в этот раз! И кстати, забыла тебе сказать, на балу ты должна быть до 12, чтобы успела принести мне фотку, и я написала статью! До 12? А давай я просто сфоткаю эту фотку и пришлю тебе ее в отсте, и ты сама все сделаешь! Винсту? Ты что, совсем с ума сошла? А если кто-то взломает Винсту и узнает эту новость раньше меня? Ни за что! Ну ладно, так и быть! А ты посмотри на нее, она еще и недовольная! Если бы не я, ты бы вообще на этот бал не попала! А я прошу тебя, всего лишь малость! Всего лишь какую-то фоточку! И за это я вам очень благодарна, честно! Спасибо вам, крестная маркиза! Ой, ну все, все, хватит обниматься! Беги лучше собирайся, а то опоздаешь! Бегу-бегу! Она достанет эту фоточку, я напишу статью и стану супер богатой! Мечтала об этом всю свою жизнь! Хочется иногда просто прогуляться на свежем воздухе, без охраны и без личного водителя! Как же я волнуюсь насчет встречи с сыном! Он мне ведь ни разу не написал и не позвонил после того инцидента! Фух, была не была! Надеюсь, на балу мне удастся с ним помириться! Все, все декорации готовы! Надеюсь, миссис Розе не будет приезжать на этот бал, а то ему конец! Вау, как здесь красиво! Глазам своим не верю! Добро пожаловать! Можно посмотреть, пожалуйста, ваше приглашение? Секундочку, я только его найду! Я так понимаю, приглашения у вас нет, да? Нет-нет-нет, что вы, я сейчас его в сумочке найду! Ого, а что это за красотка стоит? Этот коктейль для тебя! Принц Майк, вы в жизни выглядите намного лучше, чем в инсте! Ха, можно на ты! Кстати, может отойдем, поговорим, узнаем друг друга лучше? Я с вами, точнее с тобой, да я только с радостью! Ха, ну стоп! Я вас просто так не пропущу! Девушка до сих пор не показала приглашение на этот бал! Ты что творишь? Разве ты не видишь, что она стоит с принцем? Я и есть ее приглашение! Ладно! Майк, это что такое? О, ваше высочество! А я, кстати, походу нашел себе новую невесту! Пошли отсюда, поздорник! Ну не переживай, я еще вернусь! Ну что ж, все-таки вам придется показать свое приглашение! Да есть у меня это приглашение! Достал уже! Окей, приятного вечера! Луна! Луна? Ну да, у вас так написано! Луна! Или же вы мошенница? А, да, я Луна! Кстати, Луна очень хочет танцевать! У-ху! Она прикольная! Ты что вообще такое творишь? Совсем страх потерял, а? Что значит творю? Вы же сами сказали, что мне нужна невеста! Вот я и пытаюсь с кем-то пофлиртовать! Тебе нужна необычная девушка! Сколько раз тебе повторять? Тебе нужна богатая девушка! Так мы же отправили приглашение только богачам! А здесь одни колхозницы! Вот я выбрал лучший из них! А вы тут кричите на меня! Да мне все равно! Кто там тебе понравился? Ты будешь жениться на той, которой и я тебе скажу! Сколько раз тебе повторять! Ну а как же чувство? Любовь в конце концов! Да какая еще любовь? Ты должен улучшить свою карьеру и королевскую казну пополнить! А тогда уже будешь думать про свою любовь! Ну и где же мне найти невесту, которую ты так хочешь? Смотри! Это дочки миллиардерши Виолетты! Ну какие-то они не очень страшненькие! Майк! Ладно-ладно! Молчу! Просто скажи, пожалуйста, на какой из них мне нужно жениться? Их же двое! Да на любой! Здесь я уже тебе разрешаю сделать выбор! Да что только не сделаешь ради денег! Сколько раз тебе повторять? Нужно думать не сердцем, а о своем будущем! Да? Тогда почему ты мне не выбрала богатого отца? Я ошиблась, поэтому не хочу, чтобы ты повторял моих ошибок! Ладно, я тебя понял! Что-то здесь красавчиков нету! Ага, одни придурки какие-то! Успокоились немедленно! Вас не красавчики должны интересовать, а наш принц Майк! Только я вот его не вижу! Может он где-то пропал и никогда сюда не придет? Он главный на этой тусовке, так что вперед же мешка искать! Походу он нас сам уже нашел! Ну добрый вечер, дамы! Приветики! Ой, я пойду тогда немного потанцую! Как говорится, тряхну стариной! Не смейте облажаться! Не смог пройти мимо таких красоток, как вы! Слышала? Он назвал меня красоткой! Ты что, где-то ударилась? Это он мне сказал! А ну раз так, тогда и выходи за него замуж! Замуж? Фух, все-таки судьба существует! Я как раз ищу невесту! Опа! А мне как раз мама сказала выйти за тебя замуж! Тихо ты, балбеска! Это нельзя говорить вслух! Нина, а что я такого сказала? За что мне такая тупая сестра? Вы не ссорьтесь! Мне моя мама тоже сказала жениться на вас! Ой, точнее королева! О, так отлично! Видишь, я ничего плохого не сказала! Тебе просто повезло! Ну так что там о свадьбе? Мы только рады! Только есть одна проблемка! У вас двое, а я один! Получается, мне нужна одна невеста! Не переживай! Мы просто на свадьбе подкинем монетку! И решим, кто из нас! Надеюсь, это буду я! Нет, я! Я! Я буду меня! Нет, посмотри! Нет, я! Ой, девочки, тише! Стойте! Тогда свадьба через неделю! Вы согласны? Согласны! Отлично! Знаете, с вами приятно иметь дело! Где мой сын? Я уже ищу его больше получаса! А его таки нет! Ты мой сын? Вы что, странная? А может ты? Женщина, я что, похожа на парня! Ой, ну где же он? Я так и знал, что из-за нее весь балл испортится! Ну так выведи ее отсюда! Да ты же можешь это сделать! Не могу! Меня сразу уволят! Аааа! Вы мой сын? Ого! Нам нужно срочно поговорить! Давайте лучше не здесь! Хорошо, тогда отойдем! Что вообще происходит? Да какая разница! Мы все равно шенимся на принца! Уху! Ну привет, сыночек! Чего тебе, мам? Что ты опять от меня хочешь? Ты мне только объясни, почему ты от меня столько лет прятался! Да потому что ты меня никогда не любила! Из-за какой-то татуировки такой скандал учинила! И она была на руке, а не на шее, как все говорили! Но ты ведь тоже меня не понимал! Даже представить не можешь, как мне было сложно, когда у тебя начался переходной возраст! Да я же просто хотел больше внимания! А ты все время была на работе! А кто бы тогда деньги зарабатывал? Когда ты уже поймешь, что деньги не главное, а главное любовь! Любовью сыт не будешь! Да кто тебе такую ерунду сказал? Моя мама, а ей моя бабушка! Зато я вот твоими деньгами сыт по горло! Но ведь не голодный же! Мам, к чему вообще этот разговор, если ты ничего не понимаешь? Сынок, ну я хотела как лучше! Ладно, мам, каждый делает ошибки! Я вот татуировку по ошибке набил! Ай, ну ты и балбез, что набил эту татуировку! Ай, хотела я в молодости такой же была! Ну вот видишь, мам, ты даже сейчас не пытаешься меня понять! Ай, прости, сынок! А только сейчас нам нужно отставить выяснение отношений! У меня есть кое-что поважнее! И что же это? Ты прикинь, какая я буду красивая на свадьбе с Майбом! Кто тебе вообще сказал, что он выберет тебя? У меня есть все данные, лицо, волосы, фигура, а у тебя что? У меня все то же самое! Да, все то же самое, но только у тебя мозгов нет! Кто бы говорил, ты себя вообще видела? Курица! От курицы слышу! Увидим твою реакцию, когда Майк выберет меня! И я буду принцессой! Да кем ты там будешь? Как была коровой, так и останешься! Хм, зато богатой коровой, а не бедным теленком, как ты! Уже представляешь, как будешь плясать, как дурочка, в инстаграме у Майка? Я лучше в инстаграме попляшу, чем буду бедной, как ты! А кто сказал, что я буду бедной? А может, я найду себе миллиардера и буду богаче, чем твой Майк? Попробуй поискать, я не знаю никого, богаче принца! Ну ты и тупая, разве он единственный принц на планете? Такой, как он, один на миллион! После этой фразы начинаются самые токсичные отношения! Ой, да тебе же лучше знать! Заткнись! Сама заткнись! Батя, отпусти! Ну вот и пришло время объявить имя той, ради которой мы собрались! Сейчас он скажет мое имя! Как размечталось, он назовет мое имя! Да умолкните вы уже наконец-то! А я даже не надеюсь, что он назовет мое имя, ведь когда он предлагал мне поговорить, то его забрала Бритни-королева! И моей невестой становится... Ну уж нет, жить всю жизнь со страшной женой я точно не собираюсь! Только бы я! Нет, я! И моей невестой становится... Луна! А это еще кто? А, точно! Это же я! Что ты делаешь, придурок? Что? Это же наша уборщица! Какая еще Луна? Мама, сделай что-то с этим! Будь же паршивкой! Я сейчас ей покажу! Принц Майк, я не ожидала, что вы назовете мое имя! Только мне нужно будет в кое-чем вам признаться! Теперь скажу я! Миссис Виолетта? Никакая она не Луна, она Сьюзи! И это наша домработница! Она сюда попала путем обмана! Она мошенница! Миссис Виолетта, пожалуйста, не надо! Давай, мочи ее, мама! Так и нужно этой самозванке! Лу-верша! Так это что получается? Получается, ты хотела обмануть всю королевскую семью? Полиция! Позовите кто-нибудь в полицию сюда! А полиция здесь и вправду понадобится! Мне и журналисты! Я тут, я тут! Рози, а ты что здесь забыла? Бритни, не хотите нам ни в чем признаться? А тебя не учили, что к королеве нужно обращаться ваше высочество? Что здесь происходит? Учили! Только вот вы не совсем королева! То есть ты не королева, а Майк не принц? Ты как разговариваешь с моей мамой? Она королева, ты не имеешь права! Имеет! От нее королевой даже и не пахнет! Она собрала этот титул мой! А эта статья точно взорвет интернат! Это что, нам теперь не придется выходить замуж? Фух, аж легче на душе стало! Замолчи сейчас же! Ну уж нет! Моя мама молчала слишком долго! А теперь, знаете все, Бритни украла документы и поделала их под себя! Так, стоп! Значит, миссис Рози мама Оскара, а не Майка? Ну закрой рот! Немедленно! Ну уж нет! А вот, кстати, и полиция приехала! Так что отдавайте короны и валите отсюда! Да я тебе сейчас покажу! Пошли, сынок, лучше сбежим, пока у нас еще есть время! Я еще вернусь! Так это что, получается, что теперь никто не ищет невесту и мы зря брали платье для дочерей моих в кредит? Нет, потому что она уже найдена! Это наверняка я! Нет, я! Нет, я! Это Луна! Да не Луна я! Я Сьюзи! Я всех обманула, чтобы попасть на этот балл! Я же просила не спалиться! Мне все равно! Я влюбился, как только тебя увидел! А до тебя я не верил в любовь с первого взгляда! Вау, как здесь красиво! Глазам своим не верю! Добро пожаловать! Ну, мне нужно подумать! Соглашайся, он хороший мальчик! Да-да, Рози, ой, точнее королева, не врет! Ну так что, Сьюзи, ты станешь моей принцессой? Да! Нет, куда? Эта корона должна предлежать моим дочерям! Да, это моя корона! Нет, моя! 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 Не забывайте, сердцука, пока я и на вас полицию не вызвала! Вы еще пожалеете о своем выборе! Это я вам обещаю! Это уже не ваше дело! Всем привет! Эмма! Быстро свалила отсюда неудачница! Фу, твоя сестра пахнет бабушкиными вещами! Зачем вы так? Я была старой в библиотеке! Возможно, это запах сырости! Я была в библиотеке! Эмма, тебе стоит помыться! Эмма, что с тобой случилось? Знаешь, твоя сестра такая смешная! Смешная? Да она неудачница! Знаешь, иногда мне хочется, чтобы она пропала, и никто не знал, что Эмма моя сестра! Ну что ж, мечты имеют свойство сбываться! Чего ты сидишь? Вставай! Спасибо! Эмма! Что вы наделали? Она не дышит! Меня здесь не было! Родители меня прибьют! Только посмотрите на нее! Эта неудачница даже умереть нормально не может! Сьюзи, это не смешно! Твоя сестра в коме! О, посмотрите! Наш мистер Милашка принес ботанше цветы! Какие же вы все-таки жестокие! Эмма, подружка! Это для тебя! Фу, меня сейчас вырвет от этой нежности! Предлагаю валить отсюда! Да-да, мне еще нужно вещи выкинуть этой лузерши! Не понимаю, как ты жила с ней в одном доме? Не отвечаешь, да? Я скучаю по тебе, подружка! И, кстати, это тебе! Это самый лучший день в моей жизни! Наконец-то эта комната принадлежит только мне! О, Сьюзи, а это тоже выбрасывать? Кубки моей сестры? Конечно, да! А вот и я! Упс! Кажется, я испортил чьи-то вещи! Извини, Сьюзи! Сьюзи! Это же вещи Эммы, да? О, да! Предлагаю их еще больше испортить! Борди! Кто это? В доме кроме нас никого нет! О, Оскар! А ну-ка иди посмотри, кто там! А чего сразу я? Мне тоже стремно! Тоже мне мужчина! Кевин? Сьюзи, ну наконец-то! Это глупый друг моей сестры Эммы, Кевин! У нас есть звонок в дверь! Зачем нас пугать? Я звонил, вы не слышали, наверное! Послушайте, это очень срочно! Что тебе надо? Эмма, она... Мамочки! О, нет! Да ну вас, это не то, что вы подумали! Эмма сбежала из больницы! Что? Как это? Кевин, Эмма в коме! Как она могла оттуда сбежать? Я не знаю, мне позвонили из больницы! Почему тебе? Ты же не ее семья! Даже не знаю! Может потому, что ее семья не берет трубки? Наверное, ты не слышала из-за громкой музыки! Вот это прикол! Ладно, все, валите отсюда! Эй! Я в больницу! Нужно выяснить, что произошло! Я с тобой! Кажется, тусовка закончилась! Эта неудачница портит все! Даже в коме! Это что еще такое? Игрушка? И это смешно для кого-то? Где моя сестра Эмма? А чего ты на меня смотришь? Я не знаю! Ну, подарок мой! В этом никто не сомневался! Что же здесь произошло? И главное, где Эмма? Когда родители вернутся из командировки, то мне нужно будет складывать вещи в детдом! Они меня привьют! Стоп! А что с моей комнатой? А это еще что такое? Что здесь происходит? Приветик! Вы кто и что делаете в моем доме? Привет, Сьюзи! Я Софи! Я Стелла! А я Майк! Мы друзья Хеллоу Китти! Что за бред? Какая еще Хеллоу Китти? Это розыгрыш! Наверняка моя сестра вернулась домой и придумала все это! Эмма! Вылезай скорее! Неудачница! Хеллоу! А, Хеллоу Китти! Это я! Ну и сон, конечно, мне приснился! Что? Опять розовый цвет? О, Сьюзи! Ты наконец-то пришла в себя! Эй! Ты нас слышишь? Да что вы со мной как с больной разговариваете! Успокойся, Сьюзи! Ты просто упала на пол, потеряв сознание! Вот мы и переживаем! Мы хотели отвезти тебя в больницу! Но Эмма, то есть Хеллоу Китти, сказала, что тебе станет лучше! Стоп! Что ты сказал? Что тебе станет лучше! Нет, нет, нет! Хеллоу Китти! Вы тоже ее видели? А, так ты же не в курсе! Твоя сестра вышла из комы и теперь не узнает себя! Что? Эмма считает, что она стала Хеллоу Китти, переродилась в коме и всякое такое! Что за бред? Ну, я ей сейчас покажу и Китти, и Хеллоу! Ух, весело сейчас будет! Ритни! Как думаешь, мне бы подошел розовый цвет? Оскар, замолчи! Нам уже хватает одной любительницы розового цвета! Пошли! Ну, какое же платье выбрать? Это или это? Ты что, издеваешься? Ой, сестренка, а ты, похоже, сегодня не в настроении! Немедленно умойся и верни мою комнату в прежний вид! Меня тошнит уже от этого розового цвета! Я вижу, ты не очень рада моему возвращению, да, сестренка? Да, я не скучала, но хорошо, что ты здесь! Проблем от родителей будет меньше! Послушай, Сьюзи, а ты не хотела бы покрасить волосы в розовый? Что за бред? Какой розовый? А по-моему, тебе очень пойдет! Эй, ты куда? Вернись! Мы еще с тобой не договорили! Я это просто так не оставлю! Всем привет! Привет, Хеллоу Китти! Эй, ты чего подыгрываешь ей? Эмма чокнулась! Ей в психушку нужно ложиться, а не с нами учиться! Знаешь, а мне нравится, как она теперь выглядит! Что? Ну, это же косплей! Плей что? Косплей! Знаешь, я раньше тоже интересовался таким! И комиксы читал! Да ты такой же больной, как я она! Фу! Обо мне говорите? Да, можете пообщаться вместе! Твоя ерунда заражная! Оскар, я надеюсь, в розовый ты краситься не собираешься? Кстати, про розовые волосы! У вашей подружки Сьюзи будет маленький сюрприз! Что? Да ладно! Шалость удалась! Сьюзи просто в восторге от своей новой прически! Ты реально подмешала своей сестре в шампунь розовую краску? Да, совершенно случайно! Какая же ты все-таки крутая! Ты заслуживаешь новый коктейль! Как я хочу быть такой, как ты! Спасибо, девочки! Знаете, я не была такой крутой всегда, но теперь я останусь такой навсегда! Девчонки, вы уже слышали, что Сьюзи плачет на всю школу! Что? Я должна это увидеть! Сьюзи, успокойся, Сьюзи, так очень плохо! Мне даже нравится! Заткнись, Оскар! Ну, правда! Нравится, говоришь! Что мне теперь делать со всем этим? Сьюзи, ты такая малышка! Иди-ка сюда! Тебе конец! Отойдите все! Спокойно, не трогай нашу подругу! Это просто милая шутка! Жаль, что у тебя плохое чувство юмора! Ты такая красивая и такая злая! Прячешься за своими друзьями, да? Ну ничего, я еще к тебе доберусь! Мне пора! Уходим, ребята! Пока-пока! Как же она меня бесит! Сьюзи, мне кажется, тебе стоит успокоиться! Что, Оскар? Слишком много агрессии в сторону своей сестры! Что? Бритни, ты хоть так не думаешь? Ну, как по мне, ты определяешь этой Хеллоу Китти слишком много внимания! Серьезно? Не обижайся, ладно? Уделяю слишком много внимания, да потому что это моя сестра! С ума сойти! Да ну вас! Весь мир против меня! Моя сестра решила разрушить всю мою жизнь! О, привет! А ты тоже видела странную девчонку с розовыми волосами в коридоре? И, кстати, когда появится Эмма в школе? Говорят, она уже приступила к занятиям! Эвин, так ты еще ничего не знаешь? А что я должен знать? Эмма в норме? О, да, еще как! Знаешь, мне кажется, нам нужно с тобой поговорить! Окей! Кстати, классный цвет волос! Да-да, спасибо, всегда хотела покраситься в розовый! Правда? Конечно нет, Кевин! Заткнись и слушай меня! Давай! Пасуй! Все, хватит этих игр! Мне это все надоело! Кажется, ты без настроения! Что случилось, Бритни? Наша Сьюзи меня не выходит из головы! Мне кажется, мы неправильно поступили, заступившись за эту сестру! Ну согласись, Сьюзи уже перебарщивает! Перекраситься в другой цвет, это же не проблема! И все-таки мы же ее друзья! Предлагаю идти мириться, согласен! Оу, кажется, Сьюзи сама решила устроить примирение! Вечеринка у них дома? Интересно! А дресс-код какая из сестер будет устраивать? Смотри, Сьюзи даже заморочилась с приглашением! В конце написано, на тусовке будет сюрприз! Как думаешь, что ожидать? Не знаю, но уверен, Сьюзи что-то задумала! О, да! Эмми, точнее Хеллоу Китти, будет очень весело! Главное, чтобы было весело нам! О, приперлась! Приветик! Так устала ходить по магазинам! Представляешь, розовых вещей в новых коллекциях не так уже много! Ой, какая беда! Как же ты это пережила! Ужасно! Стоп, ты что, смеешься? Кстати, а где твои книги? Раньше ты любила библиотеки, а не шоппинг! Вкусы и интересы меняются! Систер, я тебя совсем не узнаю! Такое чувство, будто тебя в больнице подменили! Да, и с той ботанши-неудачницей, которую узнали все, не осталось ничего! Ладно, хочешь быть такой, то будь! Кстати, я завтра устраиваю вечеринку! О, это что, приглашение? Да, можешь приходить и друзей своих приглашай! Класс! Они будут рады потусить с моей сестренкой! Кстати, новый цвет волос просто топ! Ты же на меня уже не обижаешься? Нет, что ты! Это правда мило! Кстати, как там твои друзья? В порядке! Ты же их только что пригласила! Нет, я о старых друзьях! А, ты о Кевине? Ты в курсе! У меня был единственный друг Кевин! И я не знаю, где он и как он! А ты не скучаешь? Я думала, вы друзья навсегда! Ну, помнишь, вкусы и интересы меняются! Я сейчас уже другая и сомневаюсь, что мы найдем общий язык! Ну да, ну да! Улыбочку! Еще почти никого нет! Кроме друзей Хэллоу Китти, конечно же! Эй, вы! Что это за маскарад? Хэллоуин осенью, а сейчас лето! Ничего вы не понимаете в искусстве! Мы сегодня косплеем персонажей! Че? Я Феечка! У Феи должны быть крылья, а ты просто Стелла в платье! Да, а тебе, Бритни, стоило примерить костюм колдуньи! Ха-ха! Да, в таком образе ты бы точно выглядела гармонично! А ты еще кто? А разве не видно? Я принц Гарольд, а это моя принцесса Софи! Фу, какой кошмар! Оскар, хорошо, что мы держимся подальше от этого детского садика! Они на тебя плохо повлияют! Ну, выглядит же прикольно! О, а о чем я говорила? Для тебя это заразно! Держись от них подальше! Всем привет! Вау! Китти, ты прекрасно выглядишь! Это так мило! Спасибо, я очень старалась! А где музыка? Я думала, мы танцевать будем! Надо дождаться твою сестру! Она ведь организатор этой тусовки! Не узнаю, Эмму! Она говорит о танцах! А раньше она вообще ничего не видела, кроме своих книжек! А сейчас она та еще красотка! Эй, она что, тебе нравится? Ну, она милая! О, Оскар! Кевин! Всем привет! Это и есть мой сюрприз! Что? Да, мы с Кевином теперь встречаемся! Стелла, у Сьюзи был парень? Не знаю! Такой милый мальчик! Кто он? Ты его знаешь, Китти? Эй, Китти! Ты чего не отвечаешь? Кто этот парень? Это мой бывший друг! Обалдеть! Сьюзи теперь с Кевином! Я не могу в это поверить! Значит, Эмма теперь свободна! А тебе-то что? Хочешь встречаться с Хеллоу Китти? Да тебя пацаны засмеют! Ну и что? Зачем мне пацаны, если у меня будет клевая девчонка? Эй, Оскар, ты куда? Сьюзи, все из-за нее! Ужасный день! Это сумка отстойная! Все меня бесит! Китти, что с тобой такое? Музыка ведь была клевая! Я даже слышно не было! Ну и что? Надо же как-то подержать, Китти! Кажется, тебе нужно отдохнуть! Ты устала сегодня! Может, завтра пойдешь не на каблуках? Нет, на каблуках! Я прийду завтра в школу в самом шикарном платье! Я что-то пропустил? Не знаю! Китти, завтра какой-то праздник? Да, с завтрашнего дня начнет действовать план по возвращению моего бывшего настоящего друга! Зачем он тебе? Неужели какой-то мальчишка тебе так дорог? Кстати, это тебе! Ты нам что-то не договариваешь? Может, ты влюбилась в него? Этот парень изменил мою жизнь! И он не должен быть с моей сестрой! Все удалось! Наш план действует! Ты что-то будешь, Гарин? Нет, спасибо! Если честно, мне как-то не по себе! Не хочется обманывать Эмму! Мы должны это сделать! Пускай дальше думает, что я хожу с розовыми волосами! А не покрасилась обратно в свой цвет! Пускай она считает, что мы с ней помирились! А ты мой парень! Ой, ей это не понравилось! Ты сама видела! Вот и отлично! Вот-вот наша старая Эмма вернется! А если ей комфортно так? Может, пускай и дальше бы ходила в образе Хеллум Китти? Взрослая девочка, которая всегда любила математику, пытается доказать, что она Хеллум Китти! Это ненормально, Кевин! Она даже спит в этом костюме! Значит, ей такое нравится! Тем более, друзей Эмма уже нашла себе! Еще непонятно, кто они такие и почему тусуются с ней! Мне кажется, это все странным! Ты себя уже накручиваешь! Где они взялись, Кевин? Эмма не успела выйти из комы? Так тут нарисовались какие-то непонятные друзья! Ну да, это действительно подозрительно! Ну а я о чем? Раньше я от них ничего не слышал от Эммы! Вот именно! Не переживай, Кевин! Мы разозлим эту Китти! И наша Эмма опять покажет себя! А эти фальшивые друзья тоже обязательно покажут свое истинное я! У нас все получится! Фух! Ну и денек! Привет! Аааааа! Спокойно, спокойно! Это же я! Эмма, ты меня напугала до ужаса! Я не Эмма! Я Хлоу Китти! Забыл? Да что с тобой такое? Окей, ты надела костюм этой Китти, но от этого ты не стала ею! Стала, и это благодаря тебе! Что? А при чем здесь я? Это все твой подарок, Кевин! Та игрушка изменила мне мою жизнь! Игрушка? И, кстати, это тебе! Так ты о моем подарке говоришь? Да, я вышла из комы и стала Хеллоу Китти! Слушай, мне уже пора! Если хочешь, оставайся здесь! Ты куда? К твоей сестре! У нас не свидание! Нет! Ну что случилось, Кевин? Я уже спала! Послушай, ко мне приходила Эмма! Что? Рассказывай! Она действительно не в себе! Я совсем не узнаю свою подругу! Не знаю, что с ней случилось! Вот видишь, нам нужно ее спасать! Эй, ты! Я? Да, да, ты! Ты мне поможешь! Я Оскар! Ты что, не помнишь, как меня зовут? Да-да, Оскар! Ты должен мне помочь! Вызвать ревность у одного парня! Окей! А что мне с это будет? Свидание с Голлукитти! Я же тебе нравлюсь! О, так вы уже вместе, да? Класс! Чего это она? Кажется, твоя подружка тоже тебя ревнует! Не благодари! За что? Я должен тебе сказать спасибо! Я не хочу ругаться с подругой! Всем привет! Приветик! Оскар-котик, пойдем в кафе! Я так хочу быть с тобой наедине! Что? Что ты творишь? Заткнись и подыграй мне! Она с Оскаром? Ну, где моя сестра? Нужно дальше ее бесить! Ничего не получится! Ей все равно! В смысле? Она себе нашла парня! И теперь я ее потерял окончательно! Спасибо тебе, Сьюзи! Что? Какого еще парня? Что вообще происходит? Бритни? Ты что, плачешь? Эй, что случилось, Бритни? Это все твоя сестра! Оскар теперь с ней! Оскар? Да! Ты должна была смотреть за ней, пока родителей нет! Но она превратилась в чудовище! И испортила всю нашу жизнь! Во всем виновата ты! Стоп, стоп, стоп! Причем здесь я? И вообще, почему ты так расстроена, что Эмма общается с Оскаром? Да потому что я его люблю! Ого! Похоже, от всего этого мне пора отдохнуть! А может, реально в этом всем хаосе виновата я? Да! Вы? Конечно, во всем виновата ты! Странно, что ты это поняла только сейчас! Что такое, Сьюзи? Ты реально нас не узнала? Давай шевели извилинами в своей голове, наглая девчонка! Да что происходит? Что вы все хотите от меня? Что такое, Сьюзи? Страшно? Настолько страшно, как мне было в пятом классе! Софи, приветик! Привет! Классные очки! Покажешь, что носишь в своем рюкзаке? Пожалуйста, не надо! Ну, что скажешь, Сьюзи? О, нет! О меня в шестом классе помнишь, Сьюзи? Нет! Что это такое? О, Стелла! Кажется, кто-то случайно порвал твою школьную форму! А денег на другую нет! Очень жаль! Ну как, вспомнила? Надо мной ты издевалась всю среднюю школу! Привет! Как дела, Майк? Пожалуйста, не трогай меня! Пожалуйста! Привет, девчонки! Майк, как дела? Да что вы все от меня хотите? Скучал? Шоу начинается! Три, два, один! Ты и твои друзья – настоящее зло! Ребята, из-за тебя нам пришлось перейти в другую школу! А нашим родителям переехать в другой район! Неужели это реально все из-за меня? Решили отомстить мне с помощью моей сестры? Ой, какая ты догадливая! Что вы с ней сделали? А ты еще не поняла? Твоей сестры больше нет! 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 Что происходит? Я не знаю! Привет! Вас тоже Сьюзи сюда позвала? Да, сказала, хочет объявить какую-то важную новость! Можно я присяду, плиз? Нет! Понял! Кажется, в ваших отношениях проблемы! Нет, Кайк, большие проблемы – это у меня! Что случилось, Сьюзи? Рассказывай быстрее! С моей сестрой что-то произошло! Это мы уже все поняли! Это подстроили наши бывшие одноклассники! Что? Какие еще одноклассники? Сейчас я вам вышлю старые фотки наших одноклассников! О, это же Майя! Мы дружили с Тим, пока он не начал рассказывать про свою семью! Да-да, у него семья как колдунов! Все странные какие-то, помешанные на волшебстве! Волшебство? Вы должны пойти за мной! Да что такое? По дороге расскажу, идем! Идут уже мои маленькие букашечки! Место должно быть здесь! Да куда ты нас ведешь? Ну что, людишке, нужна помощь ведьмы? Ты же не верила в волшебство! Не смотрите на меня так! Я до сих пор не верю! Это все она! Я Сьюзи! Я знаю, дорогая! Ты хочешь вернуть свою сестру? Так вы реально ведьма! Я предпочитаю, чтобы меня называли волшебницей! Какая-то она странная! Послушай, Сьюзи, мне тоже здесь не по себе! Давайте быстрее решать эти вопросы! Все, что мне интересно, жива ли моя сестра? Хм, посмотрим! Да, она еще в этом мире! Ей темно, холодно и страшно! Во всем я виновата! Где она? Ее заперли! Кажется, это подвал больницы! Да ладно! Это что, все правда, что ли? Моя подруга не Хеллоу Китти? А с кем я тогда встречался? Предатель! Перестаньте зря тратить всю энергию и отправляйтесь на поиски вашей сестры и подруги! Эээ, стой! Я? Да-да, ты! Она любит тебя! Кто? Сьюзи? Ой, Бритни! Болван! Спасибо! Какие же все-таки эти парни глупые! Открывай же быстрее! А я пытаюсь! Есть! Ээээ! Наконец-то вы нашли меня! Это правда ты? Мы так за тобой скучали! Что это с ней? Моя сестра обнимает меня? Многое изменилось за время, пока ты была здесь! Сьюзи, может ты перестанешь обниматься и наконец развяжешь меня? Да-да, прости! Как же я рада, что ты жива! Что такое? Почему у меня так сильно болит голова? Потому что я рядом! Нет, не подходи! Мы не должны находиться рядом! Иначе я... Вот и все! Я вернулась! Сестренка, ты рада? Да! Я так скучала! Как ты вообще могла подумать, что я могу ходить в таком странном костюме? Девочки! Оскар предложил мне встречаться! Что происходит? Ничего, Оскар! Я говорю, что я еще подумаю! Девочки, я, наверное, тоже схожу к своему другу! Прекратите! Ты даже боишься зайти к ней в дом! Какой же ты трус, Кевин! Приветик! Мама, скажи, что только что ты ничего не слышала! Не надо ни в чем себя винить, Кевин! Твой подарок тут ни при чем! Но это игрушка! Это же все из-за нее! Нет! Все из-за обиженных ребят! Они решили отомстить моей сестре! Что? Они готовили эту месть несколько лет! Я не могу поверить в это! Да, это правда! Они решились на такую аферу! Так ты не злишься на меня? Как я могу злиться на своего друга? Знаю, что это вам не понравится, но мы должны пойти к ним! Кому? О ком это речь? Мы должны встретиться со Стеллой, Софи и Майком! Ну и кто знает, зачем она нас сюда позвала? Не знаю! Я вообще была против того, чтобы идти к ней! Согласен! Думаю, Сьюзи вообще решила нас подставить! Думаете, она нас хочет сдать в полицию? Но волшебство для полицейских это не доказательство! Ну, привет! Скучали? Сьюзи? Думаю, надо валить! Никуда не надо бежать, Софи! Я пришла извиниться! Что? Мне это послышалось? Так ты серьезно? Я реально вела себя очень ужасно! И я рада, что вы это мне показали! Я тоже вас простила! Ну так что, будем мириться! Ээээ, только если в честь примирения мы устроим дискотеку! Где дискотека? Там и мы! Ура! Меня забыли! Хорошо, что мы выбрались! Я не ожидал, что так может получиться! Надеюсь, нас никто не увидел! Стоп! А где Сьюзи? Наша неудачница Сьюзи ведь первая выбежала! Мы же не оставили ее там! Ребят, это кто еще такие? Ого! Стоять! Ого! Супергерои у нас в школе! Все спасены! Ого, Сьюзи! Ты все время была здесь! Просыпайся, спящая красавица! Ого! Это что, сон? Обалдеть! Настоящие супергерои в нашей школе! Спасибо, неудачница Сьюзи! Да нет, это все наш пранк! Спасибо, что спасли мою подругу! Во всем виноваты они! Пацаны, валим! Стоять! Стоять! Всем пока! Это был мой блог Супергерл! Фух! Хорошо, что существуют фильтры! А теперь можно спокойно перекусить. Сьюзи, у меня для тебя такая новость. О, вышел новый вкус моих любимых чипсиков. Намного лучше. Похоже, Сэм расстался со своей девушкой. Ого, он расстроен, наверное. Мне его жаль. Жаль? Сьюзи, ты шутишь? Это твой шанс добиться его. Оскар, ты посмотри на меня. Такая, как я, никогда не понравится Сэму. Но ты ведь влюблена в него с третьего класса. Так и не попробуешь подкатить к нему. Оскар, я сегодня еле влезла в эти джинсы. Мне никогда не стать девушкой Сэма. Пока. А я, подружка, верю, что ты когда-то станешь такой. Такой, как в своем супер-блоге. Всем привет. Нас никто не зовет на задание. Похоже, супергеройская карьера окончена. Да ладно тебе. Найдутся еще преступники, которых нам нужно будет поймать. Вот увидишь. Да-да. Главное сделать это быстрее Бэтмена. Конкуренция, сам понимаешь. Это да. А пока что. Насладимся супергеройским отпуском. Кто вообще гиппет съел все мои сладости? О-о-о! Посмотрите, кто у нас тут. Что, Сьюзи, опять проголодалась? Чего вам надо от меня? Эта девчонка давно себя в зеркало видела. Тебе вообще стоит забыть, в какую сторону открывается холодильник. Деточка, они правы. Ты могла бы быть красоткой. Но этому не бывает. А ну вас! Дорогу! Кажется, кто-то разлил воду здесь. Зачем вы так? Скажи спасибо, что эта вода не из унитаза. Как же мне это все уже надоело. Эй, не трогай мои вещи! О-о-о! Посмотрите, книжки нашей ботанши так легко рвутся! Прекрати! Зачем ты это делаешь? Что? Ничего не можешь сделать? Боишься нас? А чья это уродливая косметичка? Наверное, твоя? Нет, пожалуйста! Не трогай нам ничего! Оу, давай посмотрим, что тут у нас. Неплохой утюжок! Ого! Я вообще удивлена, откуда вы знаете, как это называется? Стоп, Сьюзи, а откуда у тебя деньги? Я его купила на заработанные деньги с блога! Не трогай его! Ах да, ты же у нас вымышленная супергерл! А твои подписчики знают, что это все фильтры! И в реальности у тебя плюс 100 килограмм и 100 прыщей! Какие же вы жестокие! Ребята, у меня есть идея! Хотите фейерверк? Брики, включай воду! Нет, нет, нет! Что вы собрались делать? Нет! Это может быть опасно! Сморим отсюда! Это что такое? Супергерл, просыпайся! Супермен, скажи, что это не просто звук из телевизора! Нет, это тревога! Наш вызов на новое задание! Есть! Отпуск завершен! Хорошо, что мы выбрались! Я не ожидал, что так может получиться! Надеюсь, нас никто не увидел! Стоп! А где Сьюзи? Наша неудачница Сьюзи ведь первая выбежала! Мы же не оставили ее там! Ребят, это кто еще такие? Ого! Стоять! Ого! Супергерои у нас в школе! Все спасены! Ого, Сьюзи! Ты все время была здесь! Просыпайся, спящая красавица! Ого! Это что, сон? Обалдеть! Настоящие супергерои в нашей школе! Спасибо неудачница Сьюзи! Спасибо, неудачница Сьюзи! Да нет, это все наш пранк! Спасибо, что спасли мою подругу! Во всем виноваты они! Пацаны, валим! Пацаны, валим! Пацаны, валим! Стоять! Пожалуйста, не трогайте нас! Мы трое обычных подростков! Разве вы могли устроить пожар? Конечно же нет! А зачем тогда тот парень сказал про вас? Откуда мы знаем? Спросите у других! Все знают, что мы хорошие! Хорошо, сейчас мы спросим у девочки, которую я спас! Не понял, где она делась? Ну так что произошло? А, эти паразиты уже убежали! А я ведь всегда знал, что среди подростков бывают те еще злодеи! Кажется, у нас с тобой, братишка, новое задание! Фух, ну и денек, конечно! Хорошо, что мы успели свалить оттуда! Откуда вообще взялись эти супергерои? Я думал, они только в фильмах существуют! Вот пускай в фильмах своих и сидят, а к нам не лезут! А что вы скажете на то, что они считают нас главными подозреваемыми в пожаре? Успокойся, Бритни! Они ведь не полиция! Не посадят же нас супергероев в свою выдуманную тюрьму! Тем более, кто им правду скажет? Бедняшка Сьюзи нас никогда не выдаст! Это да! Девчонка запугана до ужаса! Она и перед пожаром нас боялась, а после него так уж еще больше! О, нет! Стой! Ха, Сьюзи, как хорошо, что ты пришла сюда! Привет еще раз! Как твои дела? Как ты себя чувствуешь? Спасибо, хорошо! О, мы так переживали за тебя, бедняжка! Хорошо, что все закончилось хэппи-эндом, правда? Да, школа в порядке, и мы тоже! Ты же никому не скажешь, из-за кого случился пожар! Ты же не хочешь, чтобы у твоего любимого Сэма были проблемы! Это же была невинная шутка! Да, я никому ничего не расскажу! Вот и отлично! Ребята, валим отсюда! Удачи и неудачница! Хм, как же нам повезло! Я же говорил, она будет молчать! Угу, отличный день! Хм, зачем они меня здесь допытывали? Я же никогда не пожалуюсь на Сэма! Стоп! Оскар! Он же сдаст их! Сегодня нас спасли супергерои! До сих пор не могу в это поверить! Эй, отдай! Серьезно? Личный дневник? Вот это ерунда! Я думал, таким только девчонки занимаются! Отдай! Кто же не супергерой? Кто забирает лишние вещи? Да ладно, успокойся! Я же его не читал! Даже и не думал! Еще этого не хватало! Ну что, у вас тут... Все отлично! Налажим вам дружеский контакт! Супергерл! Стоп! А что вы вообще делаете в моей комнате? Хм... Вы же не думаете, что я устроил пожар? Нет, конечно! Но... Хотели бы узнать, кто это? Ты же нам расскажешь! Кто в этом виноват? Это все компания наших одноклассников! Хм... Те, на которых ты указал? Да! Я видел, как они в очередной раз издевались над Сьюзи! Девочка, которой ты спас Супермен! Издевались? Да! Сьюзи уже несколько лет терпит насмешки от одноклассников! Хм... Неужели это оставалось безнаказанным? Всегда! И в этот раз пранк вышел из-под контроля! Но хорошо, что вы всех спасли! Мы тебя услышали! Эй! А попрощаться? А фотку на память? Ну вот! Даже мама не поверит, что я видел Супергерой! Надо спешить! Переди целое задание! Как же я люблю свою работу! Наконец-то что-то интересное! Ого! Они еще здесь? Надо срочно ребятам рассказать! Ха-ха-ха! Посмотри на этот ужас! Очередная фотка нашей выдуманной супер-девочки! Ну что сказать? Фильтры творят чудеса! Ребята, у меня плохие новости! Что такое? Родители тебя лишили карманных денег? Забудь про деньги, Бритни! В тюрьме они нам не пригодятся! В смысле? Почему ты заговорил про тюрьму? Потому что я только что видел супергероев в коридоре! Они еще в школе? Только не это! Неужели Сьюзи нас сдаст? Мне кажется, нас ждут огромные проблемы! Я все-таки надеюсь, что ты обознался! И супергерои уже далеко от нашей школы! Стоять! Вы? Спасибо, что спасли меня тогда! Но я очень спешу! Мне нужно поговорить с моим другом! Срочно! Чтобы он ничего не натворил! Поздно, Сьюзи! В смысле? Мы уже поговорили с твоим другом! Он нам все рассказал! И ты идешь с нами! Нет, нет, нет! Подождите! Нееет! Ребята, как-то мне не по себе! Слишком уж тихо! Нас никто не ищет! Кевин, может ты обознался? Это были не супергерои? Нет, чувак! К сожалению, это были они! Что-то подозрительно тихо! А что такое? Вам страшно? Оскар! Я совсем забыла про тебя! Признавайся! Это ты сдал нас супергероям! Хм! Они нас уже ищут! Мне нравится, что вы боитесь! Вот увидите! Скоро справедливость восторжествует! Ребята, а кто-то видел Сьюзи? Нет! А что такое? Это неудачница пропала? Вообще-то да! Родители ей не могут дозвониться! Она, наверное, пропала! Что? Моя подруга! Похоже, друг неудачницы сделал все только хуже! Главное, что про нас теперь все забудут! Надеюсь, что эти супергерои окажутся злодеями, которые навсегда похитят эту батаршу! Что вот меня надо? Зачем вы меня похитили? Я буду кричать! Какая же ты смешная! Успокойся, деточка! Мы хорошие герои! И спасаем этот мир от зла! Я надеюсь, вы не считаете, что зло это я? Конечно, нет! Твой лучший друг нам рассказал твою историю жизни! Ох, бедняга! Пришлось же тебе натерпеться в школьные года! Это ерунда! Простые добрые шутки! Сьюзи? Оскар немного преувеличил! Ребята никогда бы не хотели причинить мне зла! Интересно, почему же ты их выгораживаешь? Ну, сейчас не об этом! Мы смотрели твой блог! Какой ужас! Извините, я использовала ваш образ! Просто мне очень нравятся супергерои! Все в порядке! Нам приятно! Знаешь, у нас новое задание! Какое? Сделать из миленькой девочки настоящую супергероиню! Ого! Это я типа вам помогать буду, да? Круто! Все намного круче, чем ты себе думаешь! Ты будешь супергероиней! Что? Это спортзал! А зачем вы меня сюда привели? Пришло время для изменений! Поверь мне, ты станешь лучшей версией себя! Начинаем работать уже сейчас! И совсем скоро при съемке своего блога тебе не нужны будут фильтры! Ух, как же жарко-то! Вперед, спортсменка! Ты станешь сильнее! Ты станешь настоящим супергероем! Я уже ничего не хочу! Вперед! Я уже ничего не хочу! Терпение и труд сделают из тебя настоящую супергеройку! Мы в тебя верим! Дурадские оброни! Дурадские спорт! Нет! А может уже все? Нет! По-моему, я уже потеряла 200 килограмм! Вперед, девочка! Помнишь, мы в тебя верим! Я уже сама в себя не верю! Я ничего не хочу! Вперед! Мы на пути к успеху! Сложно, но возможно! Я уже жалею, а там некогда сказала, что хочу быть супергероем! Как же я не люблю зеркала! Следующий шаг это макияж и прическа! Вы сможете убрать мои прыщи? От спорта и пота их стало еще больше! Конечно! Это проще простого! Вы что, волшебники какие-то? Я сделаю все, что в моих силах! Поверь, моя сестра та еще волшебница! Ах, идеальная девчонка! И я тебя люблю, братишка! Я бы себе тоже такую девушку хотел! Ого! Не могу поверить, что это я! И это еще не все! В смысле? Пора на шопинг! Все девчонки любят шопинг! Ты же не исключение! У меня всегда было немного денег для новых и крутых вещей! Но твой костюмчик был очень милым! Просыпайся, спящая красавица! Ого! Это что, сон? Да, я немного зарабатывала денег в блоге на порошок, чтобы хотя бы его стирать каждый день! Хм... Как тебе такое платье? Ого! Красивое! Или такое! Хм... Что выбираешь? Ничего! В смысле? Тебе что, не нравится? У тебя же такая классная фигурка! Это платье сядет тебе идеально! Вы ведь хотите из меня сделать супергероиню? Это моя мечта! Я хочу быть как ты! Супер девочка! Ох, как же это мило! А куда ушел Супермен? Я ждала, что ты скажешь о своей мечте, поэтому взяла с собой кое-что! Сюрприз! Что это? Хм... Твой наряд супергероини! Что? Открывай! Вау! Это же такой же костюм, как и у тебя! Это я тоже буду супергерл! Переодевайся, красотка! Ааа! Спасибо! Ого! Все получается даже лучше, чем мы хотели! Правда? Да! Я уверен, эта девочка станет самой популярной девушкой в школе! Еще даже с нами мир будет спасать! А она ведь тебе нравится, да? Эля, Систер, не говори ерунды! Это же обычный человек! Нравится, нравится! Я же вижу! Да перестань! Вау! Ого! Кажется, я готова спасать этот мир! Здравствуйте! Здравствуйте! Эй! Здесь кто-нибудь есть? Ааа! Не дадут спокойно им поспать! Слушаю вас! Пропал телефон, ноутбук, и может сегодня надо кошку с дерева снять! Пропал человек! Подросток, школьная форма из местной школы, пропала некая девочка Сьюзи, знаю я это дело! Да! Вы должны ее найти! Ищем! Родители этой девочки уже подали нам заявление, а я уверена, что это обычный подросток, загулял и вернется через сутки домой! Нет! Вы не правы! Ай, права! И знаю, о чем говорю! Девочка просто хочет проучить своих родителей! Вернется, уверяю тебя! Обычный случай! Нет! Ее похитили! Я знаю, кто это сделал! А вот это уже интересно! Ну и кто знает, зачем нас всех здесь собрали? Уроки ведь уже давно закончились! Очередная ерунда какая-то! Согласен! Училка сделает объявление, и мы все разойдемся по своим комнатам! Тссс, пацаны, это кажется полицейская! Здравствуйте! И рядом с ней Оскар! Мне что-то это не нравится! Всем привет! Скучали? Этот молодой человек утверждает, что вашу одноклассницу украли супергерои! СМЕХ Такой реакции я и ожидала! Оскар, как ты себя чувствуешь? Да нормально я, все в порядке! Да ладно! А почему тогда несешь бред про супергероев? Послушайте! Я говорю правду! Здесь был пожар! Прилетали супергерои! И украли Сьюзи! А что здесь случилось? Ого! Полиция? Ладно! Вы тоже это видите? Стоп! Это же... Сьюзи! Все понятно! Ладно! Ее украли супергерои! Очередные выдумки подростков! Смешно! Очень смешно! До свидания! Сьюзи! Ты вернулась! Я тоже скучала! А что с твоим внешним видом? Теперь я так буду выглядеть всегда! Ого! Это круто! Пойдем расскажешь где была! Всем пока! Пока! Ну и что это только что было? Сьюзи стала красоткой! Еще и супергероиней! За что? Это неудачница такая! Я тоже хочу стать супергерл! Что вы жёте? Ты супергерл! Вот это прикол! Заткнитесь! Из меня бы получилась настоящая суперкрасотка! Так, какой там фильтр включала Сьюзи? Сумасшедший дом! Интересно, что произошло со Сьюзи на самом деле? Все не то! Дурацкие фильтры! Сьюзи! Я так рад, что ты вернулась! С супергероями было весело, но с вами еще круче! Я так соскучился! Давай отпразднуем твое возвращение вкусным тортиком! Стой! Нет, Оскар, больше никаких тортиков! Ого, подружка! Да я тебя не узнаю! Да, я становлюсь лучшей версией себя! Все ради Сэма, да? Нет, все ради себя! Ого! Да моя подруга реально супергерл! Круто, что все так получилось, да? Да, хороший финал этой истории! Скажи честно, скучаешь за Сьюзи? Скучаю! Она прикольная! Не то, что ее одноклассники! Приветик! А мы вам не помешали? А вот и противные одноклассники Сьюзи! Чего вам? У нас к вам важное дело! Так сказать, предложение! Мы друзья Сьюзи! Вы же помните нас? Друзья? Да вы же подростки, которые несколько лет обижали бедную девочку! Дети, из-за которых начался пожар и чуть не пострадали невинные! Конечно, мы вас помним! Да ладно вам! Что только о плохом! Давайте о хорошем! Мы готовы быть вашими подопытными! Вам повезло! В смысле? Мы же не ученые, а супергерои! Вы что, не понимаете? Мы хотим, чтобы вы с нами сотворили то же, что со Сьюзи! Мы тоже хотим стать супергероями! Ах, это! А вы в курсе, что мы можем отправить вас в тюрьму? Да ладно, вы чего? Оскар даст показания, Сьюзи подтвердит, и вы будете главными подозреваемыми в пожаре! Эй, вы чего такие злые? Мы же к вам по-хорошему! По-хорошему нужно было к Сьюзи, а не так, как вы с ней поступили! Вы надеялись, что мы вам будем помогать? Ну, вообще-то да! Да никогда в жизни вы этого не заслужили! Ну и ладно! Кто же мне супергерои? Уходим! Мы же не слишком жестко с ними! Это послужит им хорошим уроком! Оскар, собирайся! Впереди целый рабочий день! Что такое? Хочешь новый влог снимать? Теперь тебе не придется использовать фильтры! Нет, я хочу устроить вечеринку! Так, вечеринка для двоих это свидание! Сьюзи, ты, конечно, красотка! Успокойся, я знаю, что тебе нравится противная Бритни! Я хочу пригласить всех своих любимых одноклассников! Ты что, простила их после всего сделанного? Я удивлен! Я лучше их! А они столько времени потратили для того, чтобы запугать тебя! Но я стала сама собой, даже лучше! Ведь теперь я супергерл! Да, у меня самая крутая подружка в мире! А ты мой самый лучший друг! Мы круче, чем они, даже лучше! Поэтому не будем опускаться до их уровня! Какая ты все-таки крутая! Мы крутые! Ну что, как тебе новая Сьюзи? Эта девчонка крутая! Кто бы мог подумать, что из неудачницы получится такая красотка! Ну что, как я вам? Чего вы ржете? А мне кажется, что я выгляжу круто! Бритни, ты как супергерл из Алиэкспресса! Вот почему супергерои решили помогать Сьюзи, а не нам? Да, все потому что они слишком добрые! Ну или притворяются! Не могу поверить, что из нас всех теперь Сьюзи самая крутая! Это пока! В смысле, Сэм? Что ты уже задумал? Вы же знаете, что Сьюзи влюблена в меня! Конечно, еще с третьего класса! Это же все знают! Так вот, я решил это использовать! А ты еще хуже, чем я себе представляла! Спасибо за комплимент, Бритни! Так вот, я ватрусь к ней в доверие, стану лучшим другом, потом парнем, а потом попрошу у Сьюзи с супергероями договориться из-за меня! Хм, вот это да! Неплохой план, друг! Я же надеюсь, ты меня не забудешь! И про меня, конечно же! Да, станем банкой супергероев! Сьюзи устраивает вечеринку, вот и возможность сделать первый шаг! Кажется, все готово! Нет, кое-что ты забыла! Оскар, не пугай меня, говори, что я забыла! Пригласить своих лучших друзей! Точно! Супергероев! Какая же я глупая! Не переживай, я все сделал за тебя, они придут! Супер! Как же я соскучилась! За суперменом? За супердевочкой тоже! Что ты за глупости говоришь? Ну-ну! Итан, хватит смотреть на фотки с Сьюзи, собирайся! Да я случайно на ее блог наткнулся, у нас новое задание? Лучше! Мы идем на тусовку! Ого! Нас пригласил Бэтмен? Я была бы рада, но мой бывший нашел себе Бэтгерл и больше не зовет нас на вечеринки! В этот раз тусовку устраивает твоя девушка! Что? Какая моя девушка? Будущее! Сьюзи твоя, собирайся! Yes! Давай только без твоего коронного счастливого танца, ладно? Я и не собирался! Да! Ну привет, друг супердевочки! Бритни? Оу! Кажется, я пойду! Привет, Бритни! Ты очень красиво выглядишь! Спасибо, я знаю! Ну что, потанцуем? Спасибо, Сьюзи! Ты посмотри на нее, хитрюга! Нашла все-таки способ, как подобраться поближе к супергероям! Ну давай, смелее, возьми меня за талию! Обалдеть! Спасибо, Слава! Молодец, Бритни! Теперь мой выход! Ну класс! Я что, один останусь без супергероев? Приветик! Не хочешь потанцевать? Ого! Ты зовешь меня на танец? Подними челюсть! Хоть ты этого и не заслуживаешь, но мы потанцуем! Погнали! Все уже почти пришли, только его еще нет! Меня ждешь? Сэм, ты со мной разговариваешь? Я знаю, что ты всегда была влюблена в меня! Теперь наши чувства взаимны? Какой же я дурак! Сэм, отстань! Я никогда не буду с тобой! В смысле? Я же тебе нравлюсь! Нравился! Но теперь я сняла розовые очки и поняла, какой ты ужасный! Фу! Как некультурно! Ты ужасный, как и твои приколы! Надо мной столько лет! Ну и вали! Стоп! Это что, теперь один остался? Кевин, пойдем отсюда! Ай! Прости, чувак! Я занят! Надеюсь, она найдет своего супергероя! Да, не такой финал истории я ожидал! Супермен? А что ты здесь делаешь? Да так, мимо проходил! А ты чего не танцуешь? Кажется, твой молодой человек уже скучает! Мой молодой человек? Я ни с кем не встречаюсь! А как же этот Сэм? Он же только что к тебе приставал целоваться! Так ты подсматривал? Говорю же, случайно проходил! Я его послала куда подальше! Плохие парни меня больше не интересуют! Да? А кто же теперь тебе нравится? Супергерои! Зак, ты такой красивый! Всех привет! Привет! Ты что, с ума сошла? Как ты выглядишь? А что не так? Это же мое самое любимое платье! И тебе оно тоже нравилось! Перенравилось! Ты еще, короче, одежду не могла выбрать? Моя девушка не должна так одеваться! О, опять началось! Снова придется успокаивать Зака, чтобы он не сорвал все уроки! Ну, ты же мне сам его купил! Хватит спорить со мной! Ты меня позоришь перед нашими одноклассниками! Быстро иди переодевайся, если ты хочешь, чтобы я с тобой встречался! Бедняжка Виолетта! Это он позорит ее перед всеми! Как она не понимает, что он ее не любит! Мне ее наряд нравится! Ты очень красивый, Виолетта! А тебя кто вообще спрашивал? А ты ему еще и улыбаешься! Ты почему до сих пор тут? Я же сказал, иди переодеваться! Извини, любимый, уже бегу! И чтобы в таком виде на глазах мне больше не появлялось! Иначе порежу все твои шмотки! Ну, и о чем мы тут с вами говорили? Сара, ну подожди! Да чего тебе? Отстань ты уже от меня! Ну, милая, прости! Я все исправлю, обещаю! Это была последняя капля! Не приближайся ко мне больше! Какой же я дурак! Жаль, конечно, это платье! Но ничего, Зак наверняка знает лучше, как мне одеваться! Так будет лучше! Привет, подруга! Что это с тобой такое? Ты что, плакала? Ой, да нет, что ты! Я просто сегодня к тесту не подготовилась! Ага, к тесту! Перестань притворяться! Рассказывай, что Зак опять натворил? Да так, ничего! Ну что, опять забыл тебя подождать, когда вы вместе собирались в кафе? Или ему опять не понравился твой макияж? Да нет, что ты! Ему всего лишь не понравилась моя одежда! И он обещал ее порезать, если я ее не выкину! И это, по-твоему, смешно? Виолетта, это ненормально! Я думала, что после того, как он пошел праздновать твой день рождения без тебя, хуже уже быть не может! Так, мила! Я рада, что Зак очень весело! У Лейла звонит! Алло, да, привет, подруга! Ну, тусовка уже началась! Ты где? Тебя еще долго ждать? Я дома! Зак пока не разрешил приходить! Подруга, у тебя все нормально? Я сейчас приеду! Хорошо, жду! Как классно, что у меня есть Лейла! Праздник удался! Ага! Нет, Лейла, ты ничего не понимаешь! Ему просто нужен был отдых от меня! Такое у всех бывает! Ага! И заплатила ты за свою тусовку без тебя! Просто потому, что ему нужен был отдых! Так, все, подруга, хватит! Мне уже кажется, что ты нам, Заком, завидуешь! Да чему тут завидовать? Не переживай, подруга! Я уверена, что когда-нибудь ты найдешь себе такого же классного парня, как Зак! Надеюсь, что судьба найти себе такого же классного парня, обойдет меня стороной! Ой, уроки! О! Ну, вот, любимый, я переоделась! Как тебе? Ага, нормально! О, это сегодняшняя домашка! Хочешь, я тебе помогу? Я вчера весь вечер разбиралась с этой темой! Там, оказывается, все очень просто! Вот, смотри! Виолетта, сколько раз тебе повторять? Не мешай мне, когда я чем-то занят! Что ты себе вообще возомнила? Ладно, любимый, прости! Я просто хотела... Ты меня плохо поняла? Перестань меня трогать! Или что? Ты не ценишь наши отношения? О, нет, что ты! Я уже ухожу! Прости, что помешала! Да, хоть бы помогла! Ничего не понятно в этой теме! Вау, Виолетта, ты так прекрасно выглядишь! А я, кстати, тоже не понял домашку! Если хочешь, можешь мне объяснить! О, Виолетта, ты уже тут? Ну что, Зак оценил твой новый наряд? Да, ему очень понравилось! Ну, так что там с домашкой? Спасибо, конечно, Бен! Но я очень сомневаюсь, что тебе нужна моя помощь в физике! Это что еще такое? Виолетта, мне показалось, или ты с ним разговаривала? Нет, ты что? Я же помню, что ты мне запрещаешь общаться с мальчиками! Я бы никогда тебя не ослушалась! Он запрещает тебе общаться с людьми дикостью! Тихо ты! Ну, смотри мне, Виолетта! Надеюсь, ты помнишь наш запрет, раз тебе так дороги наши отношения! Привет, ребята! А это еще кто такая? Привет! А как такая красотка попала в наш класс? Зак, ты что забыл? Я же говорила, что у нас новенькая! Я Сара! Очень приятно с вами познакомиться! Надеюсь, мы с вами подружимся! А особенно с тобой! И я надеюсь! Кстати, я Зак! Самый крутой тут! А ты забавный! Зак, ну разве не ты мне говорил, что тебе не нравятся такие девушки, как она? Вон юбка короткая, каблуки высокие, макияж яркий! Виолетта, ты что, совсем страх потеряла? Кто тебе позволял вмешиваться в наш разговор? Еще и позорить меня перед всем классом! Сара отлично выглядит! Не то, что ты, серая мышь! Какой же он двуличный! Даже милашке Леви смешно! Да не смеюсь я! Все будет хорошо! Эй, ты чего тут встала? Я, я... И чего ты вообще копаешься в моем локере? В смысле? Он же мой! С этих пор он будет моим! И это только начало! Чтобы до следующего урока вещей твоих в моем локере не было! Поняла? Фигеть! Эта новенькая еще не успела с классом познакомиться! А уже надо мной издевается! Ну что со мной не так? Лейла, с тобой все в порядке? Ты выглядишь расстроенной! Да все хорошо! Сара, правда, порвала мой дневник! Мы еще даже не успели познакомиться! Но мне уже не привыкать! Ох, Лейла, не обращай внимания! Ты просто слишком добрая и не этим пользуется! Ох, кстати, я где-то Виолетте нес конфетку! Вижу, тебе нужнее! Вот, держи! Спасибо, Бен! Кстати, ты до сих пор не признался Виолетте, что она тебе нравится! Тяжело тебе ее видеть каждый день с Загом! Нет, не признался! А смысл этого? Она кроме своего Зака вокруг никого не видит! Я не буду ей навязываться со своей любовью! Да разве ты не видишь, как Заг с ней обращается? Нужно что-то делать! Я даже не знаю! А хотя... Ты права! Я стану для нее рыцарем, который спасет ее от ужасного дракона! И мы будем жить счастливо вместе до самой старости! Да... Ну а что? Ну так, ладно, я поняла! Действуй! Только приоденься немного в ней одежду, что ли! А что не так? Это рубашка моего дедушки! Не трогай! Вот ваша красота! Спасибо! Это что еще было? Нет ничего! Ух ты, Заг! Ты помнишь, какие мои любимые? Не переживай, я за все заплачу! Ты у меня такой хороший! Отстань, Виолетта! И нет, это не тебе! Это что? Эти два кроются на тебе? Виолетта, ты знаешь, что я запрещаю тебе есть сладкое! Тут вот до веса осталось совсем немного! А ты так и не похудела, как я тебе говорил! Ладно, я поняла! Тогда пойду закажу себе воды! Я же так люблю воду! Только немного! Привет, милашка! Привет, красотка! А я тут это, официантом контролирую! Эй, пошевелитесь там! Это ты мне? А кроассаны твои? Да, мои! Угощайся! Ну, вообще, я такое не ем! Слежу за фигурой! Ну, раз ты угощаешь! Конечно, милашка! Это все для тебя! Я не поняла! А что это такое? Почему Сара ест мой круассет и сидит на моем месте? А может, это я ее позвал? Ты уже достала со своей ревностью! Иди отсюда и подумай над своим поведением! И, возможно, тогда я тебя прощу! Ну, я просто думала, что у нас свидание! Ну, раз у вас свидание, я могу уйти! Нет-нет-нет! Что ты? Виолетта уже уходит! Она нас больше не потревожит! Ну, Зак! Хватит! Можешь сесть там в углу и посмотреть, как нужно общаться с парнем! Я поняла тебя, любимый! Наверное, Зак прав! Нужно больше для него стараться, чтобы стать самой лучшей! Положи! Не так уж и хотелось! Думаю, я должен ей понравиться, если я буду деваться, как Зак! Может, мне сменить эту рубашку на эту суперкрутую футболку? Или мне снять очки и одеть бандану? Нет, это не вариант! Кажется, мне нужна помощь! Алло, Лейла? Да! Ну, могло быть и хуже! Лейла, может, уже хватит? Я уже переодевался десятый раз! Я больше не могу! Ну, не плачь, рыцарь! Мы уже закончили! Ты выглядишь просто отпадно! Правда? Уже все закончилось? Да! Иди и спасай свою прекрасную принцессу от жуткого дракона! Спасибо, Лейла! Не знаю, что бы я без тебя делал! Вот бы этот принц стал моим! Ой, Виолетта ждет! Подруга, ну ты чего опять? Как прошло свидание с Заком? Он снова заставил тебя платить? Если бы он сказал, что мне нужно худеть к лету и не дал мне съесть круассан! Ха, и что дальше? Ну, а потом пришла Сара, и они вместе давно смеялись, пока я сидела в углу и наблюдала, как правильно говорить Заком! Но я уже почти все поняла! Виолетта, ты ненормальная! Ну, а что? Я же должна знать, как правильно с ним обращаться! Сколько можно ему все прощать? Ты прекрасная, красивая девушка! Ты заслуживаешь лучшего! И пока ты этого не поймешь, ты будешь все время страдать! Лейла! У меня записалась в такой крутой салон! Смотри, как картинка красивая! Надеюсь, я не опоздал! Прикольно! Бен, а почему ты не в форме? Да и вообще, ты как-то изменился! Да так, просто решил имидж сменить! Ну, тебе идет! Я решил стать похожей на Зака из-за Виолетты! Мило! Какая же она классная! Да! Я думаю, что Сара девушка моей мечты! Она мне идеально подходит! Эй! Ты же встречайся с Виолеттой! Как тебе не стыдно такое говорить? А тебе какое дело? Хочешь меня научить, как общаться с девушками? Что у них там происходит? Раз она так тебе не нравится, зачем ты вообще с ней встречаешься? Так любишь издеваться, да? Бен, я встречаюсь с ней из жалости! Я сделал из нее нормального человека! Без меня она никто! Какой ты ужасный Зак! Повтори, что ты сказала! Что слышал? Что получил? Мой дедушка! Сенсей по карате! Офигеть! Тону тебя! Перед девочками не хотел позорить! Вот бы Бен из-за меня так вступился, как за Виолеттой! Ты что-то говорила, Лайла? А, нет! Тебе послышалось! Ладно, уже скоро начнется физра... Давай собираться! Давай! А я думаю, что это они из-за меня так! Еще чего! Зак вообще-то... Ай! Виолетта! Виолетта, ты в порядке? Ты не ушиблась! Все хорошо, не переживайте! Вы это видели! Какая неудачница! Зак, как тебя вообще угораздило с ней встречаться? Но зато на ее фоне ты выглядишь лучше! Какая неуклюжая! Однажды мы с родителями поехали на рыбалку, и мне не хватило моих сил, и я случайно рухнула за рыбой! Представляете? Эм... Да! Виолетта, я уже говорил тебе, никогда не шути! Твой юмор просто ужасен! Из-за тебя надо мной все будут смеяться! С этого момента тебе запрещено шутить! Прости! Вот же, бедняжка! Закапывали тебя все глубже и глубже! Вот это посмешище! Нужно было так опозориться! Ну ладно, пойду приведу тебя в порядок! Мне пойти с тобой? Тебе нужна моя помощь! Нет, все нормально! Занимайтесь пока без меня! Увидимся в кафе после уроков! Конечно, Виолетта! Ну, и куда она ушла? А как же худеть к лету? Сара, я сейчас прийду! Эй, подруга, ты куда? А меня там это... Позвали! Не переживай, Виолетта! Ты еще сможешь заслужить любовь Зака! Можно? Софья, ты что тут делаешь? У тебя вообще-то урок! Да, и кстати, у тебя тоже! Я пришла поговорить насчет Зака! Ааа, ну а что тут говорить? У нас все хорошо! Слушай, это, конечно, не мое дело! Но ты не думаешь, что он общается с тобой немного грубо? Ааа, ты об этом? Нет, мне просто нужно больше стараться для него! Да? И что же ты еще можешь сделать? Ты и так всю свою жизнь посвятила ему! Нет, у меня уже почти все получилось! Я не вложу в его разговоры, одеваюсь так, как ему нравится! А он что для тебя? А он... Так, все, хватит! Ты говоришь сейчас, как Лейла! Да и при чем? Ты издеваешься до мной, так же, как и Сара! Мне просто жаль тебя! Но даже не рассчитывай на нашу дружбу! И забудь об этом разговоре! Сильно надо! И почему они мне все твердят одно и то же? Точно! Я же приготовила для него его любимое пирожное! Может, хоть так его задоблю, и он не будет на меня кричать! Пойду угощу его! Может, погуляем сегодня? Ну, можно! Привет, Зак! Мне отвлекают! Сара, потом договорим! Конечно, Зак! Я испекла твои любимые пирожные! Будешь? Вот! Фу! Чем это пахнет? Это что, шоколад? Ты же знаешь, я его терпеть не могу! Но я ведь просто хотела... Хватит все время ныть и оправдываться! Тебе стоит брать у Сары пример! А иначе я уйду навсегда! Ну, за что он со мной так? Чем я такое заслужила? Фиолетта, ты что, плачешь? Что произошло? Нет, это я, глупая! Я приготовила ему пирожные с шоколадом! И совсем забыла, что он его терпеть не может! Вот как можно быть такой бестолковой? Стоп, 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 стоп! Значит, ты специально пекла для него! Мало того, что он не оценил, так он еще и накричал на тебя! Ну да! Но все равно, это я во всем виновата! Кстати, не он ли каждую перемену скупает пирожные с шоколадом? Он? Ну тогда я вообще ничего не понимаю! Почему он злится? А дело вовсе не в шоколаде! А в тебе, Виолетта! В смысле? Зак не любит тебя! Тебе нужен милый, заботливый, добрый парень! И, возможно, в очках! И где же мне такого найти? Даже не знаю! Ну нет! Это все полный бред! Зак любит меня! И никто не сможет мне его заменить! Вот как так? Как она не понимает? Ребята, а как вы считаете? Зак действительно любит Виолетту или нет? Напишите в комментариях! Как же она приятно пахнет! Это что, Купта Буэна? Да не крала я! Оу, ладно! Что вечером делать будешь? Ничего особенного! Может, пройдемся по магазинам, раз ты не занята? Я только за! Начинаем собираться! Давай! Привет, красотка! Ну что, мы идем? А что? Куда? Ну, в кино! Мы же в кафе с тобой договаривались, помнишь? А, да, точно! Слушай, у меня столько дел появилось! Нужно цветы полить, домашку сделать! Цветы и домашку? Ну да! Все, Зак, не задерживай меня! В школе увидимся! Ну уж нет! С каких-то пор мне отказывают! Еще и вечер одному проводить! Позвоню-ка я Виолетте! Алло! Ой, Лейла, подожди, Зак звонит! Что она пять хочет? Что? Нет, конечно, не занята! Договорились, скоро буду! В смысле ты скоро будешь? Подруга, ты чего? В который уже раз это повторяется? Ну, прости! Сама понимаешь, такой шанс не всегда выпадает! А в магазин нам мы можем и завтра походить! Виолетта, таким отношением ты отвернешь из себя всех, включая меня! Не надоело уже каждый раз после вашей ссоры тебя успокаивать! У меня, между прочим, тоже есть своя личная жизнь, которой ты так ни разу и не поинтересовалась! Мир не крутится вокруг тебя! Лейла, Зак будет злиться, если я опоздаю! Пока! Ну и ладно! О, Бен! О, Бен, привет! А ты куда? Домой возвращаюсь! А ты чего такая грустная? Договорилась с Виолеттой пройтись по магазинам! Ей позвонил Зак, она отменила все планы и побежала к нему! Ну, ты должна была уже привыкнуть, Лейла! Мне уже кажется, что она это все просто заслужила! Мне ее уже даже не жалко! Не знаю, я все еще хочу помочь ей, открыть ей глаза! И я верю, что у меня получится! Ладно, Лейла, увидимся! Пока! Вот дурак! Бегает за ней, не замечая меня! Хотя я уверена, что я подхожу ему больше! Нужно... Нужно дать ему понять, что я лучше, чем Виолетта! Она пускай и дальше мучается со своим Заком! Зак, я так рада, что ты решил уделить мне внимание! Я так тебя люблю! Угу! А давай посмотрим тот новый фильм про девушку, которая бросила своих друзей ради парня! Ну, она и глупышка! Ты можешь помолчать, наконец! Я тебя позвал не для общения, а потому что мне скучно! И мы смотрим футбол! Поняла тебя! Буду вести себя тихо! О, привет еще раз! О, привет, Бен! А ты вообще чего пришел? Это и моя комната тоже! Не забыл? Ах, да, ладно! Только сидите тихо! Будете мешать, окажетесь за дверью! Ясно? Ясно! Поддайте подушку! Гол! Вот я красавчик О, Виолетта, быстро сюда Хорошо, любимый Сфоткай меня, а то я после салона Ты у меня такой прекрасный, Зак Знаю, знаю, фоткай давай Ну что там, выходит, что это у тебя терпимое Вот, посмотри Фу, что это за телефон у тебя? Ты что, из прошлого? Нет, мне его папа недавно купил А что не так? Ты понижаешь мой статус, как ты не понимаешь? Ну, тогда давай я тебя на твой сфоткаю Нет, не надо О, Сара! Приветик! Слушай, а пофотографируй меня, пожалуйста Я так сегодня прекрасно выгляжу А то кое-кто не может позволить себе нормальный телефон Конечно, Зак Слушай, а давай вместе? Давай! Ну капец! Так, держись, Виолетта Ты же не слабачка, тем более Зак Прав, кто в наше время ходит с таким телефоном Привет, Виолетта А ты чего, на урок не идешь? Не опоздаешь? Ты так вышло подумать И о чем размышляешь? На Заке А, ну да Думаешь, еще каким способом ему угодить? Ну, не смешно Точно А может мне сделать татуировку с его именем? Тогда он кричать дня два минимум не будет Виолетта, ты о чем? Какое тату? Какое имя? Ты с ума сошла? Ну да, точно На тату у меня пока нет денег Ой, нам уже пора Кто это ее вообще спасает? Ребята, мои родители уезжают на выходные И знаете, что я хочу сделать? Вечеринку в честь нас! Ура! Неужели мы так давно не тусили? Сара, я так рада, что ты появилась в нашем классе! Приглашена даже милашка Лейла И я подружка Ничего себе, она даже имя мое помнит Зак, наконец-то! Мы так круто оторвемся! Нет, ты никуда не идешь! Назад! Разве ты не хочешь потанцевать? Попить коктейли? Будет же весело! Хочу и потанцую А тебе запрещаю Не хватало еще, чтобы моя девушка по вечеринкам ходила Хочу возразить! А тебя никто не спрашивал! Кто же мне защитник? Рысарем себя возомнил? Или я чего-то не знаю? Нет, что ты! Не переживай, Зак! Я останусь дома, хорошо! А у нее вообще есть собственное мнение! А ты что, не видишь? Соглашается во всем Заков! Думает, что он будет ее ценить! Вот же глупышка! Да, рыцарь! Чего ты там бормочешь? Ничего! Так, все! Ждем окончания урока и идем тусить! О, а вот и звонок! Ну, и как я тебе? Офигенно, подруга! Уже жду, не дождусь нашей вечеринки! Как думаешь, Заку понравится? Ты еще спрашиваешь? Ты не должна вообще об этом париться! Эх, жаль, что Виолетты не будет! Ну, я имею в виду, что ты на ее фоне было бы еще ярче! Ладно, на самом деле, мне плевать на этого Зака! Просто мне нравится, что я могу заполучить все, что хочу! Включая его! Значит, он тебе не нравится? Нет, ни капельки! Просто мне нравится, как бедняжка Виолетта старается! А мне даже делать ничего не нужно! Эх, и все же, ее немного жаль! Да чего ее жалеть! Она, похоже, любит страдать! Ей никто не поможет, кроме ее самой! Может, и правда! Ты идешь? Уже бегу! Ну что, как тебе мое платье? Ты выглядишь прекрасно, Лейла! Все, мне это уже надоело! Иди и одевайся на вечеринку! Это было последней каплей! Ну, Зак будет недоволен! Забудь ты уже про своего этого Зака! Вот, смотри! Держи! Зак не разрешает мне такое надевать! Зак, Зак, прекрати! Когда он тебя увидит, он сразу обо всем забудет и перестанет злиться! Давай, дерзай! Ну, говорила! Можешь мне с макияжем? Еще спрашиваешь! Садись! Ну, все, подруга, как тебе? Смотри! Вау! Никогда себе такой раньше не видела! Лейла, ты просто волшебница! Ага! Волшебница для прекрасной принцессы! Ага! Ладно, побежали уже! Вот у ребяты, наверное, заждались! Пойдем! Сэра, спасибо тебе огромное за такую тусовку! Да, тусовка крутая! Только Виолетты не хватает! Да кому она нужна? Забейте на нее! Странно, ее подружки нету! Может, не пришла из-за солидарности? Я так не думаю! Привет, ребят! Привет, Зак! Вау, девочки, вы такие прекрасные! А ты, Виолетта, вообще обворожительная! Мне кажется, или Виолетта ослушалась Зака и пришла на вечеринку! Ну, сейчас начнется! Виолетта, ты что, совсем обалдела? Ты меня не послушала и пришла на тусовку! Хотя тебе было запрещено! Стоп, Зак, подожди! Ни в каком ты вообще виде! Разве я не обещал порезать все твои вещи, если ты хоть раз придешь в таком наряне? А знаешь что, Зак? Мне надоело то, как ты со мной общаешься! Теперь между нами все кончено! Можешь свободно заигрывать с Сарой, а ко мне больше никогда не подходи! Виолетта! С кем это она так? Со мной? Все это к лучшему! Зак меня просто не заслуживает! Виолетта, ты как? Может тебе чем-то помочь? Бэт, спасибо тебе большое за все! И за то, что открыл глаза на Зака! Теперь я могу больше не терпеть его ужасные отношения к себе! Я знал, что мои старания не напрасны! И я очень рад, что теперь ты понимаешь, что Зак тебе не пара! Надеюсь, сэр, ему будет не сладко! Слушай, я все это время искал к тебе подход, но ты была занята Заком! Думаю, сейчас самое подходящее время! Подходящее время к чему? Ну, в общем, ты такая красивая, и такая добрая, и домашку делаешь всегда! И я тебе нравлюсь! Да, спасибо, что помогла! Ты мне нравишься! Ну, раз так, тогда сводишь меня в кафе и... И куплю твои любимые круассаны! Ты знал? Да, я знал! И, кстати, шоколадное пирожное я тоже люблю! Ха-ха-ха! 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 Ну, как так? Чем я хуже нее? Послушиваешь! Сапи, ты меня напугала! Как ты можешь так неожиданно появляться? Люблю быть в курсе событий! Чего тебе? Так, насколько я понимаю, бедняжка Виолетта не может отлипнуть от Зака и надеяться на его любовь! Тут появляется герой Вен, спасает принцессу, и они живут долго и счастливо! И? А ты завистливая подруга, которая хочет украсть у Виолетты спасателя! Все ты знаешь! Не суй нос, не в свои дела! Молчу-молчу! Я уже начинаю думать, что главная бедняжка этой истории – это ты! Ладно, я пошла на тусовку! Увидимся! Достало это Виолетта! Все разговоры только о ней! Неужели она думает, что она главный персонаж в этой истории? Но ничего, настанет время, и главной героиней стану я! Кушай, дорогая! Это твои любимые круассаны! Фу, что? Я никогда их не любила! А, да? Ладно, тогда я твой съем! Нет, тебе пора худеть к лету! Попей лучше водички, только немного! Понял! Вот, скушай еще один! Просто ты такая худышка! Только ради тебя! Ну, ладно! Сара, пойдем сегодня в кино, как договаривайся! Какое еще кино? Ты мне еще домашку не сделал! Я пойду курять софель, а ты до моего прихода все сделаешь! Понятно? Ясно! Может, вернуть эту Виолетту? Виолетта! Зак, чего тебе? Слушай, я все понял! Прости меня, заканчивай свое выступление с Беном и возвращайся ко мне! Что? Виолетта? Зак, а я и не шутила! Бен мне по-настоящему нравится, и он меня реально любит! А ты беги за своей Сарой, ну, если не хочешь, чтобы она разозлилась! Офигеть! Зак, привет! О, Лейла, привет! Слушай, а не хочешь со мной прогуляться? Там такая погода хорошая! Ну, знаешь, я не против! Супер! Тогда пойдем! А я же говорила, что моя история только начинается!